МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Россия! Россия!" Они насмотрелись красивой картинки, тиражируемой российскими телеканалами. АПЛОДИСМЕНТЫ Решили, что там жизнь легче и лучше. И предали свою страну. Они хотят быть с Россией. Они хотят, что было как в России. Россия! Россия! Да и как не влюбиться в такое изображение? Могучее, богатое, заботящееся о своих гражданах, телевизионное России. В России с 1 апреля повышаются социальные пенсии. С 1 октября произошло повышение заработной платы федеральных бюджетников. А как иначе? Ведь у руля строгий, но справедливый. Вопрос не в тяжести наказания. Вопрос в его неотвратимости. Сильный. Я вас слушал внимательно и попрошу вас, меня больше никогда не перебивать. Но чуткий и добрый. В каждой отрасли уровень заработной платы должен быть обоснован социальной значимостью, государственной значимостью, экономической значимостью и вкладом в общее дело развития государства. Государство всегда поддерживало сельхозпроизводителей. Вы знаете, с каким огромным уважением я отношусь, скажем, к труду шахтеров. Это вообще героическая профессия. Российское телевидение на все лады превозносит Путина. В похвалах президенту не скупятся российские деятели культуры. Я люблю этого человека, он мой товарищ. Да мне абсолютно насрать на то, что про меня думают либералы. Публично любят Путина российские журналисты. Я могу сказать, что я вижу одно из величайших вещей, которые сделал, например, Владимир Путин. Я абсолютно не боюсь его похвалить. Вопреки божьей заповеди творят из Путина кумира и российские священнослужители. Я совершенно открыто должен сказать, как о патриархах, который призван говорить правду. Не обращая внимания ни на политическую конъюнктуру, ни пропагандистские акценты о том, что огромную роль в исправлении этой кривизны нашей истории сыграли лично выводы. Позвольте вам сказать прямо, группа, под Стариковским. Вы великий человек, государь. Совсем иное отношение к Путину у простых россиян. Тех, кому не пробиться к кремлевской кормушке. Тех, о которых молчит российское телевидение. А как вы к Путину относитесь? Очень плохо, даже не то слово. А почему? Сейчас скажу почему. Этот человек заврался. Теперь по поводу пенсионного дела. Чрезвычайно важный вопрос. И в социальном плане, и с точки зрения экономики. По официальным данным, в 2013-м средняя трудовая пенсия в России составляла 10 400 рублей. Казалось бы, украинские пенсионеры могут завидовать своим российским ровесникам. Вот только показатели, написанные кремлевскими статистиками, существуют в параллельной по отношению к настоящим пенсионерам реальности. Вот потому простые русские старики Путину не верят. Ну разве можно на пенсию 6200? В Тверской области 6200 пенсии? Можно жить? Нельзя. Поэтому Путин антинародный. Пенсионные махинации российских властей настолько оскорбили пожилых людей, что те вернули копеечные подачки отправителю. Обиделись мы на нашего уважаемого Владимира Владимировича. Недавно мы по 1 апреля нам повысили пенсию на 3,3%. А месяцем раньше он, значит, повысил заработную плату своим сотрудникам администрации президента на 100%. Вот поэтому мы и пришли отправить Москву в Кремль нашу надбавку. Очковтирательство с пенсиями показательно для российской бюджетной политики в целом. Вы знаете, Россия живет очень тяжело и очень бедно. Люди, которые приходят ко мне на выступления в провинции, это люди, одетые в старую одежду, причёсанные так, как причёсывались 20 лет тому назад, в поношенные обуви. В средней полосе России зарплата 6000 рублей является нормой. Если при этом с тебя 6000 рублей берут за коммунальные услуги, получается, что ты всю свою зарплату, в семье там обычно двое работающих, соответственно, муж и жена, то есть получается зарплата одного из членов семьи полностью уходит просто на оплату жилищно-коммунальных услуг. На весь мир президент гордо рапортует про реформу российской медицины. Реформа в сфере здравоохранения будет проходить путём внедрения новых стандартов, так называемых, на лечения. Путин сообщает медикам про очередное повышение их зарплаты. Официально в среднем врачи теперь получают 40 тысяч рублей. В соответствии с заданными ориентирами повышается заработная плата врачей и среднего медицинского персонала. Украинская врач из Чугуева Ольга Варжаинова Путину поверила. И чтоб стать российским высокооплачиваемым врачом, вместе с другими сепаратистами избивала евромайдановцев в Харькове. Зря наивная женщина так старалась. Ведь если верить не Путину, а российским медикам, материальное благополучие тамошних эскулапов – не что иное, как шулерство чиновников. Вы были в нашем городе с рабочим визитом. Я думаю, больше показухи в нашем городе еще не было. Больницы были срочно подготовлены к вашему визиту. И многое оборудование, например, в областную больницу было приведено временно, а по вашему отъезду демонтировано. Медицинским сестрам было приказано сказать, что их зарплата составляет 12 тысяч рублей. А врачам выданы квитанции на сумму в 30 тысяч рублей, что на самом деле неправда. У нас нет таких зарплат. И вот лично мой зарплат составляет 3,650, то есть ниже прожиточного минимума. Вот как привлекательно выглядят российские больницы в российских же телевизионных сериалах. А вот как выглядят настоящие российские больницы, которые в телекартинку обычно не попадают. Палата. Условия невыносимые, хуже, чем в тюрьме. Кормят, ну, фактически как баланты в тюрьме. Вот такая труба. Может, это и посыпаться на моего ребенка. Здесь вот якобы мой ребенок должен ходить в туалет. Больничный санузел. Стабильные двухтысячные. Когда говорят все отлично, что мы 14 лет уже живем лучше всех. Больничный коридор. В России куда ни глянь, между тем, что показывают в телевизоре, и тем, как обстоят дела на самом деле, большая разница. Просто не живут в России столько любимых, это очень страшно. Да и как ей не быть страшной? В соседней с украинским Донбассом российской Ростовской области за последние 20 лет закрылось более 50 угольных шахт. Почему в России закрыли шахты? Тонкие пласты, большие глубины. А в Сибири есть мощные пласты на севере России, например, в Иркуте, в Кузбассе, дальше на Дальний Восток. И более 60% угля в России добывается открытым карьерным способом. Без работы оказались более 100 тысяч шахтеров. Россия не выделяет ни копейки из государственного бюджета для поддержки своих шахт. На дотации? Ни копейки дотации. Украина выделяет от 13 до 15 миллиардов гривен в год. В Украине вовремя выплачивают зарплату шахтерам. А в России очень большая задолженность по зарплате на угольных предприятиях в России. И наши шахтеры это очень хорошо понимают. В той зоне российского Донбасса остановилась экономика, остановилась жизнь. Люди занимаются приграничной торговлей, занимаются контрабандой. Вот так там жизнь продолжает. Ныне экономическая, социальная и демографическая ситуация на Дону ужасающая. Вот пускай вся страна, пускай это слушает, что мы здесь рабы. Вот все, все, кто здесь стоят, все, понимаете, все. И вот все сейчас стоят и думают, я бы сейчас многое бы что бы сказал. Но завтра я пойду на работу, мне скажут. Че, говорун, говорун, иди. Мужское население в поисках заработка вынуждено было массово бросить свои семьи и разъехалось по необъятным российским просторам. Не лучше живется людям и в российских деревнях. Вот Путин заигрывает с российскими селянами. Государство всегда поддерживало сельхозпроизводителей. И вся эта политика будет продолжаться. А вот тот, кого так поддерживает президент, уральский тракторист Виктор из села Зыково. Его месячный заработок составляет, внимание, полторы тысячи рублей. Да и этих копеек Виктор вскоре может лишиться. Техника-кормилица вот-вот отдаст концы. Двигатель у него застучал, рама ломаная. В общем, капут ему. Село Зыково типичное для российской глубинки. А вот здесь когда-то был сельский клуб. А вот это бывшая школа. Сейчас детей возят учиться в другое село. Виктору пока хватает сил смотреть на это уныние трезвым взглядом. Чаще в российских селах случается по-другому. Будь добрым. В большинстве российских деревень народ от нищеты и безысходности по-черному пьет. Лично я, что горит, то и пью. За Россию и за деревья. То есть то, как живет российская глубинка, это очень страшно на самом деле. Там крайне плохое и медицина, и образование, и все прочее. Вообще Москва, вообще Россия это страна фактически одного города, Москвы. И Москва на жизнь в Москве, на жизнь в России абсолютно не похожа. Совершенно. Это разные вещи. В Москве более-менее нормальный европейский город с нормальным уровнем жизни, с большим числом машин и так далее. Ну, есть еще несколько городов, где живут так неплохо люди. Петербург, Екатеринбург, может быть, ну там еще два-три. Во все остальное, в России положение крайне тяжелое. Меньше денег уходило за границу, а кладут, как говорится, свое в Россию. Алкоголизм в России имеет масштабы страшной эпидемии. И в Украине ситуация с пьянством далеко не простая. Но у нашего северного соседа дела обстоят значительно хуже. Никак не борется с пьянством и никогда не боролась. Потому что пьянство является одной из важнейших статей дохода российского бюджета. Ну, я никаких действенных мер по борьбе с алкоголизмом не наблюдал за последние 25 лет. Британские эксперты подсчитали, что россияне в течение года выпивают количество водки, которое равняется 14 литрам на душу населения страны. В Украине этот показатель ровно в два раза ниже. Россияне больше пьют. Там совершается больше пьяных преступлений и происходит больше несчастных случаев. Так, уйдем. Че? Я пью так. Лидируют россияне и по показателям детского алкоголизма. Типа, чтоб не повязали. Они хороший и близкий украинцам народ. Только вот с руководством постоянно не везет. Очень давно в России нет выборов. Мы никого не выбираем, фактически. У нас власть назначаемая. Власти страны Российской Федерации не отвечают перед своими гражданами. Они отвечают перед вышестоящим начальством. Поэтому им наплевать на мнение граждан. Ведь вместо реальных социальных реформ там происходит надувательство своего даебратского украинского народа. Благодаря телевизионным фокусам. В России с 1 апреля повышаются социальные пенсии. Зато россиянам везет с народными мудростями. Ведь глядя на наших беснующихся сепаратистов, тут же вспоминается русское мудрое. Хорошо там, где нас нет. Субтитры создавал DimaTorzok